Поздравляем! 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 Петр Петрович – потрясающий учитель. Его методика обучения отличается тем, что он старается нам объяснять не только на математических, физических примерах. Например, рассказываем друг другу стихи, поем песни. Не со всеми учителями так можно сделать. Урок, на который попала наша съемочная группа, не стал исключением. Прежде чем народный учитель начал рассказывать о переменном резисторе и о принципах работы шунта в электричестве, прочитал выпускникам стихи Есенина. А у низеньких околи звон на чахнута поля, пахнет яблоками медом, по церквам твоим кроткий спас, и гудит сакарагодом на лбу веселый пляс. Если кричать, рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Его авторская программа развития физико-технического творчества учащихся в 1990 году стала лауреатом всероссийского конкурса. Карьеру учителя же он начал в 1967 году с новомолоклинской школы. Если в начале было слово, то для Петра Петровича первостепений всего природа. Оттуда и зародилась любовь к физике и лирике. Я рос с ковбоем, под Пасхом, надо было зарабатывать. Может оттуда, может откуда. Появилась у меня вот тяга к природе. Тяга к природе. А природа, более 2000 лет назад, Аристотий сказал, физис. То есть, что нас окружает, это физика. Во время нашего интервью заслуженный учитель вспомнил, как сам ходил в школу в лаптях. Признался, что с детства любил мастерить руками. Во втором классе ходил на кружок вышивания. В четвертом умело собирал конструктор. В пятом классе научился рифмовать слова в литературном кружке. Стихи тогда юного Пети начали печатать в районной газете. В шестом классе к литературному факультативу добавился математический. А в старших классах мне говорят, иди учителя, да, кем? Стихи пишут, там, пьесу, печатаете, все, о-о-о-о. Пойду на филологический, пошел, заявление подавать. А там нехватка на физмате. А тут перебор. Говорит, молодой человеку, смотрите, у вас по математике все пятерки. Иди туда, инженером будешь. Инженером я не стал. Зато стал педагогом с большой буквы. Петр Петрович поистине народный учитель. О нем знают во многих уголках нашей страны и за границей. 26 лет он разъезжает по России и странам СНГ, рассказывая о физике с лирическим уклоном. Когда вы вошли в класс, незнакомый класс, вы должны как-то вот такой прием, чтобы вам дается несколько секунд, чтобы они были вашими, и потом вы начинаете работать. Разные способы этого есть. Такие-то эксперименты, такие зрительные. Я стихами использую, например. Что такое стихи? Это та же самая физика там, вот эта строка. Часто Петру Петровичу на уроках ассистирует Петр Головин-младший. 14-летний юноша так же, как и папа, увлечен физикой и мечтает стать учителем. Ну, хочу быть похожим на папу. Мне нравится физика из экспериментов различных, например, с электрическими цепями. Есть своя книга, где я ассистент, и там я провожу все опыты. Кроме Петра Головина-младшего, у народного учителя есть еще трое детей, а также девять внуков и уже два правнука. Последний родился неделю назад. Ринат Алиулова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.